Привет, друзья! Выпуск этой программы мы посвящаем самым настоящим хищникам. Их боятся даже многие дикие животные. А все потому, что у них есть колючки. Но, несмотря на опасность, их содержат даже в домашних условиях. Все правда о ежах прямо сейчас. Не урони ежа, ему нельзя падать. Африканский карликовый еж не встречается в дикой природе. Миниатюрные зверьки были специально выведены европейскими селекционерами в 1995 году для содержания в качестве домашних ручных животных. Взрослые карликовые ежики вырастают до 15 сантиметров и весят не больше 500 граммов. Средняя продолжительность жизни до 6 лет. В зимнюю спячку африканский карликовый еж не впадает. Это наш любимец. Его зовут Фырчик. Он не лесной ежик, да, обыкновенный, который живет в лесу. Это домашний. Домашний еж. Домашний африканский еж-альбинос. Он такой вот у нас беленький, с красными глазками. Ему уже 5 лет, уже 6 год пошел. А завели ему его по, скажем так, моей женской прихоти, когда мы ожидали нашу дочь, младшего ребенка, который сейчас в садике. Ну вот очень мне захотелось почему-то ежика. Ну и муж сделал такой подарочек, мне принес ежонка. Совершенно, я бы сказала, неприхотливый, практически без запаха животное, в отличие, допустим, от резкого запаха хомяков или там морских свинок, возможно, да. Живет он у нас на подстилочке, это древесные такие гранулы. Пьет водичку из паильника, кушает корм. Корм кушает сухой для котят премиум класса. Мясо, кусочки фарша, да, какие-то, возможно, перепелиные яйца им дают. Также для того, чтобы сохранить их покров, хитин. В связи с этим покупают в зоомагазинах специальных тараканов. Тараканов. Ну, если честно, они выглядят такие, как червяки. Мы первый раз, когда купили, когда он был сильно маленький, это было жутко. Такой червяк с хитиновым плотным покровом. Ну, что надо сказать? Надо сказать, что наш ежик, фырчик, он очень привереден в еде. Он совершенно не стал есть ничего, кроме корма. Он живет, ночью он кушает, а утром он спит. Да, днем он ведет, предположительно, спокойный образ жизни, живет он у нас с такой мёркой. А вот ночью он начинает кушать и креметь, что мешает мне спать. Еще есть такой у них интересный момент, когда пускаешь их на незнакомое место, они начинают, допустим, этот же ковер, да, в скором времени он начнет его грызть, начинает изучать, да, местность, на которой он находится. И далее он пену изо рта накидывает языком себе на иглы. Выглядит достаточно странно, если получится, мы этого дождемся. Ему достаточно хорошо, комфортно, я думаю, вполне. Выпускаем периодически, вот так вот дети с ним играют. Это очень, такое животное, такое животное, которое может само себя защитить от тех же детей, да, то есть это не хомячок, который можно затискать, задушить, задавить, не та же морская свинка. Если ему нужно, да, он берет и колется. Да, вот таким образом он сворачивает в клубочек, сворачивается, подпрыгивает и пытается вот уколоть. Сейчас он более-менее спокойный, он знает мои руки, да, иголки у него сложены. В лесной еж бывает переносчик эллиптоспироза, он переносит и бешенство, и ежи могут иметь паразитов каких-то внешних. Если уже домой попал ежик, то обязательно нужно принести, если он из леса, то принести его на обработку в клинику, посмотреть, нет ли у него внешних каких-то паразитов, которые могут быть небезопасны как для семьи, так и для ежика. Поэтому, ну, лучше много раз подумать, прежде чем принести тот, кто живет в лесу, домой. Есть сейчас ежиков, можно и купить уже одомашненных. Ежик – это ночное животное, нужно понимать изначально. Все-таки это дикий, он хищник, то есть тут с кормлением нужно понимать, что сплошную там ягоду, фрукты ему не подходит, ему нужен белок животного происхождения. Так как в природе ежик кушает и червяков, он и кушает, и может и лягушку съесть, и может мышку поймать, скушать. Вот, также он, конечно, ягоды, фрукты кушает. Здесь с рационом нужно думать. И небезопасно его отпуспать по всей квартире, бегать, потому что, ну, в принципе, в квартире многого для него может встречаться опасностей. Но где-то место положения метр на метр ему нужно. О, вакцинацию у ежиков, к сожалению, нет. Тем временем, пока декоративные ежики разгуливают по квартире, дикие ежи впадают в спячку. В лес мы, конечно, не пойдем, но показать, как ежики готовятся к зиме, обещаю. Для этого мы приехали в зоопарк. Пять уже спит. Шестой, вот, молоденький, его принесли недавно раненого. Он собирается спать, но, вот, видать, еще не наелся на зиму, еще подъедает. Но, тем не менее, вот норку он себе уже строит. Вот видно, что вот норка там, да, но там, на самом деле, два домика. Один в одном, между стенками лежит еще листва там. По ежику видно, что вот он не очень активный, да, вот он смотрит, пытается себе гнездо. Сейчас вот закончится, ну, работа контактного зоопарка, его занесут в тепло, и он сразу активизируется, то есть гораздо активнее станет. То есть, как только понижается температура, ежи в дикой природе начинают искать места себе. Ну, они обычно заготавливают себе места, где спать. Но вот это более активное поиск места, где они будут спать. Где-то норки мышей, змей, если находят. Могут, в принципе, в небольших дуплах жить, если оно не высоко от земли, как бы. Они натаскивают туда листвы, ну, что в состоянии занести, как бы. Во-первых, это дикое животное. Оно может укусить дома, да, как бы. У них в колючках очень много содержится клещей, прячутся которые там. Которые, когда человек приносит этого ежонка домой, клещи отпадают в тепле, как бы, расползаются по квартире. Потом могут перелезть на человека, на ребенка. Плюс у них еще, помимо того, есть тоже свои скрытные заболевания, которые могут передаться человеку, там, животному домашнему, собаке, например, кошке, который в свое время может потом передать человеку. Блазки прячет. Су-то у них вот тут в колючках очень много может содержаться всяких паразитов. В принципе, вот они у нас перезимовывают, как бы, и мы потом выпускаем их в лес. У ежей есть особенность. За одну весну он может прокормить на себе десятки тысяч клещей. Такую способность ежей приметили ученые. Специалисты стали использовать ежей для количественного учета клещей в природных очагах энцефалита. Существует даже особая единица учета, называемая ежечас, сообщают авторы энциклопедии. От себя хотелось бы добавить, что если вдруг вы захотите домой принести ежа, то хорошо об этом подумайте. Все-таки не всем животным бывает комфортно с человеком. И наоборот. Кстати, о друзьях людей мы поговорим уже в следующем выпуске. Я вас познакомлю с очень интересной породой собак. Поэтому не прощаемся. Субтитры подогнал «Симон»